Доброго ранку, мы из Украины! Приветствую всех неравнодушных к трагедии украинского народа, а также к войне, которую развязали на территории нашей Украины. Меня зовут Эд Блэк и это новости с передовой. И сегодня, как всегда, расскажу о новостях, которые могут повлиять на нашу жизнь. И начну я, как всегда, с потерь оккупантов на фронте Украины. За последние сутки российские военные оккупанты потеряли на территории Украины 630 своих военнослужащих убитыми. А всего же на фронте Украины с 24 февраля погибло 82 710 российских военных. Как вы видите, кровавая война дальше продолжается, нет ей ни конца, ни края, и виноват в этой войне только один человек. Это президент России Владимир Путин. Только он начал войну и только он может ее остановить, объявив об окончании спецоперации публично и выводе всех войск с Украины. Только так можно остановить эту войну. Но главным печальным событием вчерашнего дня стала бомбардировка всей Украины российскими оккупантами. Самыми современными российскими крылатыми ракетами. Вчера была одна из самых жесточайших бомбардировок Украины. И это были, как правило, энергетические объекты. По последним данным было выпущено 96 крылатых ракет различной модификации. Это, как правило, Х-101, Х-555 и калибры. Х-101 и Х-555 и Х-555 были выпущены с Каспийского региона, с Ростовской области, с самолетов. А калибры были выпущены с акватории Черного моря. Из 96 ракет по последним данным нам удалось сбить 77 ракет. Но, как вы можете подсчитать, довольно большое количество ракет поразили различные объекты критической инфраструктуры Украины. И поражено около 15 объектов энергоструктуры Украины. Хотя ПВО работает на отлично, но мы видим, что 100% работы ни в одном государстве мира ПВО не может показать. После массированного удара по всей Украине, который длился примерно 3-4 часа, было обесточено 7 миллионов абонентов. У них не было электричества. И чтобы это все восстановить, нам, как минимум, потребуется целый месяц. Но многие жители Украины продолжают до сих пор сидеть без света. Также в этот момент, во время этого ожесточенного удара крылатыми ракетами, на нас напускали еще дроны. Не менее 10 дронов двигались по разным направлениям. И по данным Генштаба и правительства Украины, все дроны Камикадзе были сбиты. Как вы видите, это ответ Путина на мирные предложения президента Украины Владимира Зеленского. Которые он огласил в эфире на саммите G20. После этой ожесточенной, варварской ракетной атаки, все мировое сообщество осудило действия России. И опять начали возникать возгласы и требования объявить российское государство государством-террористом. Ну а мы продолжаем бороться и будем бороться, пока не освободим всю нашу землю от российских захватчиков. Вот и все. Слава ЗСУ, слава героям, слава нашим друзьям во всем мире. Перемога будет за нами и уже идет. До новых встреч в следующем обзоре.